всем привет с вами роман раскольников я играю в игру mass effect и прежде чем идти выполняется главный сюжетный квест на на вере я думаю нам стоит пообщаться со своим экипажем но конечно же не со всеми людьми а именно с теми с которыми я хожу на задание то есть эйден лиара гарус рекс и так далее а кайден не видит кайден вот как его правило давайте с ним в первую очередь пообщаемся потому что он ближе всех к нам охотиться вам что-нибудь нужно капитан таксическую оценку вы думаете о последней миссии хорошо что не все инопланетяне похоже на тарианина а то бы мой желудок не выдержал у меня есть кузен он в агробизнесе думаю не позвонить ли ему может он сможет начать поставки на ферос они ведь теперь отрезаны от компании ну да наверно не знаю я просто поговорим настрой команды есть что сказать они знают как с вами обошлись в совете кто они а команда что ли ну хорошо имеет право знать что нас ожидает они на вашей стороне все это противодействие их взбесило особенно со стороны наших у меня слишком болит голова чтобы во всем разобраться очередная мигрень от имплантата l2 ты в порядке что-то сделать нет капитан более скоро утихнет порой бывает нелегко но l2 работает лучше чем многие l3 не считая вашего конечно к тому же у меня дела лучше чем у многих кто имел дело с канатиксом они еще существуют кто они канатикс наверное а канатикс и давно уже ничего не слышно да так и есть канатикс да он тихо растворился распался на кучку мелких фирм после того как закрыли лавочку на нулевом скачке после первого контакта для отслеживания случаев облучения и разработки имплантатов был основан канатикс как только у нас появилось посольство на цитадели канатикс притащил экспертов так я не знаю кто такие канатикс но я так думаю те которые кинули людей и вот эти как его имплантанты эти биотики которые захватывали какого-то посла или там чиновника точно не помню уже вот они скорее всего были жертву как раз таки l2 и вот этого канатикса я так понимаю а расскажи мне зачем они были нужны есть причина по которой люди не могли сами все изучить не знали с чего начать да на то чтобы вообще связать биотиков сами ушли годы едва можно было уследить чтобы ребята руки-ноги себе не поломали ни о каком телекинезе и всем таком и речи тогда не было но учителей выбрали очень неудачно так расскажи мне про эксперты экспертами могли быть только инопланетяне точно так а именно турианцы вот почему канатикс держал все в тайне боялся что подумают люди на земле только что воевали с турианцами а теперь просим у них помощи ну про войну с турианцами вообще ничего не знаю а почему не азари азари были бы более приемлемы чем турианцы да но компания не могла действовать по официальным каналам это выставило бы землю слабой так что они тайно пригласили наемников турианцев но они же хотели как лучше наверняка канатикс делал то что считал лучшим для нас это было не лучше к нам притащили турианца бывшего военного капитана вернулся он был просто сволочь мог нас хоть пополам рвать если это выявит хорошего биотика доводил нас до полусмерти его выгнали ему за это что-нибудь было да он свое получил но как и все прочее на нулевом скачке все было под ковром чем меньше говоришь тем лучше ну да ладно это дело прошлое я давно уже все забыл мне надо возвращаться к своим обязанностям мы тут творим историю они рассказываем байки и еще рано заканчивать понять настрой команды есть что сказать хватит мне тратить ваше время капитана с личными беседами еще успеется я не знаю чем ты здесь занимаешься но похоже ты тут просто прячешься от начальства так мне еще надо найти эшли мне надо найти вот эти вещи находится я не совсем помню так это доктор так тут о ляра тут у нас а внизу у нас а внизу да если находится внизу и все пони давайте начался доктором вам что-нибудь нужно кайты на ленка хорошо знакомы с лейтенантом до этой миссии хотя он довольно замкнут возможно и заголовок я понял я это уже вроде расспрашивал так ну давайте поговорю с лярой у меня такое чувство что вы хотите меня о чем-то спросить капитан так может быть вернемся к тому с чего начали вы говорили о своем интересе к протеанам вообще-то по моему я говорила о своем интересе к вам и при этом выставила себя дурой я плохо умею общаться с окружающими особенно с людьми когда мы встретились я мало знала о вашем виде мне трудно было принимать людей всерьез вы всегда казались такими суетливыми такими нервными но у нас просто короткий срок жизни времени азари может прожить до тысячи лет а у нас 150 это уже рекорд это верно сначала я думала что в этом состоит слабость вашей расы но познакомившись поближе с вами и вашей командой поняла что это может быть ее преимуществом вы люди существа действия вы преследуете свои цели с неудержимой решительностью это восхитительная черта но в то же время и опасная опасно вы нас боитесь к сожалению для всей остальной галактики люди что-то вроде хулиганов чтобы достичь желаемого вы идете поперек всех это мнение сумеют переменить такие люди как выше порт да я пытаюсь все что могу ли есть причина по которой совет решил что именно вы станете спектром у вас увидели нечто особенное лучшее что может предложить человечество я посмотрела вашу биографию я знаю что вы сделали во время блица вы проявили выдающуюся отвагу и героизм так могла бы спросить не надо было действовать за моей спиной я и сама бы рассказала все что вы хотели знать приношу свои извинения капитан после нашей последней беседы я боялась что опять скажу какую-нибудь глупость я хотела побольше о вас узнать чтобы понять что сделала вас таким человеком вас есть нечто неотразимое шепард хотелось бы верить вы уверены что вас интересую я а не мои протеанские видения согласно сначала мой интерес касался вашей связи с протеанами но потом он вышел за эти рамки вы интересуете меня шепард но я не знала уместно ли поддаваться чувствам я подумала что между вами и лейтенантом оленко уже есть некие отношения 4 не понял начало намекает так давай теперь всегда первым я всегда на этом персонаж первого варианта придерживаюсь когда нас обучаю очень я так и думала но все же мне кажется что между нами есть взаимное влечение наверно так есть не знаю меня к вам тянет я знала и знала что вы это тоже чувствуете но разве это не странно почему меня так тянет к вам мы так недолго знакомы принадлежим к двум разным видам у нас нет почти ничего общего я не могу понять я не могу нижние варианты потому что нижние нижние варианты будут для другого персонажа ну ладно таких выбора нет когда ничего не поймешь просто вдруг крас и тебя уже несет в водоворот вы говорите так хаотично так опасно на нас в том-то все веселье безопасности жизнь становится скучной все это как-то неожиданно я не привыкла к такому к вам мне нужно время вообще-то ты первый начал я подняла эту тему я знаю простите но я не думала что все зайдет так пожалуйста давайте поговорим о чем-нибудь еще так давай поговорим в так а это вроде уже было может быть она решила что объединившись с сараном в конце концов послужит большему благу по крайней мере я так надеюсь так у тебя дрожит голос эти разговоры мучительные да мне все это непонятно я много лет не общалась с бенезий но я же ее знала она была не такой что-то изменилось ну ладно мне пора до свидания шепард так теперь поговорим с эшли рексом гарусом или и этой как ее тали зора тали его стали поговорим так начинаем с рекса а скорее всего нам свои доспехи впаривать пост чего вы хотите шепард да про личный вопрос много причин я слушаю какие какие надо было улетать из нашей системы надо было что-то есть надо было выживать и зачем ты улетел чему вы не остались помочь своему народу я пытался помочь потому и надо было улетать почему что случилось меня предали я был главой небольшого племени мы старались восстановить порядок после войны но другие племена были против их вождем был джаред один из немногих полководцев кто пережил войну с турианцами но он был стар как и его идеи он хотел продолжить войну хотел чтобы мы дрались с турианцами с саларианцами друг с другом не важно с кем лишь бы драться а ты а вы чего хотели а я хотел чтобы джаред заткнулся перестал мутить воду но он не понимал что все изменилось нас было слишком мало для войны а если бы и нет кинофакт не дал бы нам быстро пополнить свою численность я убеждал всех отказаться от войны нужно было заняться выведением потомство хотя бы на одно поколение какое-то время у нас все получалось некоторые племена начали объединяться и что же джаред я полагаю полководец это не оценил нет не оценил он договорился устроить сходку встречу племен на ничьей земле хотел поговорить мы сошлись у курганов там где могилы предков черепа наших мертвых лежат на виду чтобы мы помнили откуда пришли и куда уйдем это самое священное место для всех кроганов насилие там запрещено это пошел похоже на ловушку неужели вы ничего не подозревали подозревал но когда отец зовет тебя на сходку даже у нас есть нерушимые законы твой отец джаред это ваш отец был до того дня мы говорили но ни к чему не пришли когда стало ясно что я не пойду за ним он подал сигнал его люди поднялись из могил наших предков словно зомби мои парни быстро погибли я сумел спастись но сперва ткнул в грудь отцу ножом вот почему я улетел и почему никогда не вернусь я хочу узнать про умирание и ваш народ правда вымирает сильнее мы точно не становимся мы слишком рассеялись никому я просто вас семья у вас должны быть другие родственники кроме отца вы по ним не скучаете пытаетесь довести меня до слез шепард у меня остались незаконченные дела с родными но это все правда что за дела перед тем как улететь я дал клятву отцу моего отца я поклялся вернуть боевые доспехи моего рода их отняли у нас после восстания доспехи что в этих доспехах особенного это реликвия на самом деле бесполезно но до войны их носили пять поколений моих предков они мои по праву сначала их забрали турианские солдаты после войны нам запретили носить доспехи и оружие а теперь они в руках тонна актуса это турианская мразь коллекционирует военный антиквариат нехило наварился на ворованных кроганских ценностях у него есть несколько баз где он хранит свой товар все укреплены и под охраной где именно доспехи я не знаю хорошо поищу их просто скажите где нужно искать я загружу координаты в ваш компьютер но капитан когда вы их найдете я хочу быть рядом хорошо до встречи рекс шепард так теперь давайте поговорим с эшли капитан мы можем поговорить у вас есть минуты поговорить с что это такая поздно поздно сказанного не воротишь уильямс о пристрелите меня это одна из моих сестер это сара самая младшая в чем дело вы же пришли не мою личную почту подслушивать расскажи мне семья для вас кажется очень важно да мы всегда были близки особенно с сестрами папа постоянно был на службе я помогала маме их воспитывать знакомая ситуация я была единственным ребенком в семье но суть не ясна у меня один из родителей всегда был на дежурстве да военные семьи с такими графиками дежурств удивительно что вообще дети рождаются одно время между мной и сарой отношения были напряженные а потом мы помирились расскажи мне об этом что за история расскажите сара завела себе мальчика а он сразу попытался взять быка за рога майк его звали не то чтобы он был плохой парень просто нетерпеливый лин слала мне озабоченные письма а я советовала ей не психовать нет значит нет если он ее правда любил потерпел бы да если бы он вообще к ней не приставал можно было бы подумать что он считает сара уродиной и так плохо и так не здорово майк позвал ее на романтическую прогулку по лесу подумал что вроде как им давно уже пора было это сделать ну она его шибанула морды об дерево и пошла прочь на самой ни царапинки хорошо что мама с папой нас научили кое-какой самозащите я взяла отпуск по семейным обстоятельствам и несколько дней провожала сару в школу благородный поступок вы проделали такой путь чтобы водить сестру в школу всего-то 12 световых лет один день перелета я же не с земли летела или там откуда-нибудь в последний день моего отпуска майк нас подкраулил сара все рассказала друзьям так что вся школа знала что он сделал его это взбесило я хотела его пополам порвать но сара на меня так посмотрела мол да я сама это мои дела она была совершенно спокойно бог мой а он ей в лицо орал дала ему вы кричится а потом он пытался ее ударить она просто вокруг него обошла потом смотрю а он уже морды вниз на асфальте и кровь кругом ничего себе круто сара похоже такая же как вы она даже лучше и это самый обычный перфоратор на ножках он замахнулся а ее ее уже не было на том месте и он упал она помогла ему остановить кровь а меня заставила вызвать скорую докторам сказала что он упал и перед тем как майка увезли в больницу он коснулся ее руки я думала он опять на земле окажется а он свесил голову шепнул извини и заплакал а она его обняла женщины уильямс словами не бросаются капитан мы делаем что-то только когда готовы ни раньше ни позже интересный рассказ на самом деле рассказ очень интересный очень скучный ну раз я поддерживаю так сказать но вы совсем не говорили об отце раз уж я экипаж поддерживаю папа всегда хотел служить в космосе будем поддерживать но чтобы у нас под ногами была твердая земля говорил в космосе красиво но детей там не вырастешь покой не для меня я сушу до капли чашу странствий всегда страдал и радовался полной мерой с друзьями или один бродяга ненасытный повидал я многое чужие города края обычаи вождей премудрых а как-то скучновато ты читаешь стихи не думала что услышу от вас стихи думаете раз я способна попасть вам промеж глаз сотни метров мне не могут нравиться красивые стихи только никому не рассказывайте Улисс был папиным любимым стихотворением каждый раз перед полетом он записывал как я его читаю к отставке у него накопилось с десяток разных копий хорошие строчки они ему до сих пор нравятся надеюсь что так я каждый раз читаю их у него на могиле когда попадаю домой папа умер несколько лет назад но думаю он смотрит на меня из загробной жизни оттуда куда мы попадем после смерти точно так капитан он теперь с богом для вас же это не проблема что я верю в бога нет конечно каждый волен верить во что хочет так и в харте альянса сказано только более красиво я рада что вы человек широких взглядов я встречала людей которых раздражала моя вера говорили как можно работать в космосе и верить в высшие силы выглянули бы эти ребята в окно как можно смотреть на эту галактику и ни во что не верить мне надо возвращаться к своим обязанностям не хотела отнимать у вас столько времени что думаешь о миссии вы думаете о последней миссии здешними колонистами нельзя не восхищаться менее подходящего места для колонии и придумать то нельзя будь у меня выбор я бы тут ни на минуту не осталось до свидания вы свободны сержант мэм так значит теперь блин сейчас с гарусом ну гарус вроде так сильный разговор не тянет какая шли а вот та вот Тали может затянуть разговор капитан рад вас видеть вы долго были в СБЦ много пришлось повидать ну с вами не сравнить но да кое-что интересное было мэм что-нибудь особенное наверняка расскажите о каком-нибудь увлекательном случае да вот хотя бы дело одного саларианского генетика дело было довольно неприятное неприятное что случилось почему он оказался под следствием мне поручили заняться черным рынком на цитадели в основном там все было тихо ничего такого чтобы требовало внимания но в ходе расследования я натолкнулся на рост торговли органами ими всегда торговали но не в таком количестве непонятно было то ли появилась новая подпольная лаборатория то ли какой-то психопат потрошитель это обычное дело вы раньше с этим встречались на цитадели время от времени какая-нибудь лаборатория распродает излишки но это не так плохо как психопаты помню одного дипломата элкора которого мы взяли в мой первый год службы убивал местных жителей и продавал их органы всю станцию держал в страхе но с генетиком все оказалось не так просто гораздо сложнее чем мы сперва думали и что же вы выяснили как же вы выяснили что происходит на самом деле для начала захватили образец и провели тест ДНК он вывел нас на турианца который был жив здоров и совершенно уверен что его печень при нем немного покопавшись я узнал что он одно время работал на генетика доктора Салиона иду к нему в лабораторию думаю найду улики производство клонированных органов а там ничего ни сердец саларианских ни турианских печеней даже кроганских яиц не было не думал то что у турианцев есть печень кроганские яйца вы шутите что ли? зачем кому-то нужны кроганские яйца? кое-кто из кроганов верит будто пересадка яиц повышает мужскую силу ослабляет действие кинофага на самом деле нет но они все равно их покупают платят до 10 тысяч кредитов за штуку за весь набор выходит 40 тысяч кое-кто на этом круто наживается и что же было с доктором? и что вы сделали с генетиком? задержал кое-кого из его работников чтобы проверить вдруг заговорят и при беседе с одним из них наткнулся на кое-что подозрительное при беседе? вы хотите сказать запугивание? это было действительно необходимо? может быть а может и нет в любом случае это оправдало себя у одного из задержанных во время допроса началось мощное кровотечение мы предложили перевязать а он впал в бешенство как с катушек съехал я велел провести ему полное медобследование врачи нашли у него по всему телу надрезы частью свежие вот это был прорыв эти ребята были не просто работниками саля он использовал их как пробирки ходячие живые пробирки мерзко он выращивал органы в телах своих работников? точно клонировал органы внутри их собственных тел а потом вырезал и продавал большинство жертв были бедняками он платил им небольшой процент с продаж но только если органы выходили качественно порой орган вырастал не так как надо и он оставлял его им большинство из них были инвалидами но только внутри снаружи ничего не видно вы его допросили? надеюсь он получил то чего заслуживал это то хуже всего мы его так и не поймали что? почему? что случилось? он слинял взорвал лабораторию прихватил с собой часть сотрудников и двинул к ближайшему космодоку когда я это понял его корабль уже отчаливал он угрожал убить заложников если мы что-то предпримем и они его просто отпустили? но вы же полетели за ним следом я приказал сбить его но штаб СБЦ отменил мое распоряжение они там волновались о заложниках и о том что если подорвать корабль так близко к цитадели будут жертвы я им говорю заложники и так мертвы он их просто использует для выращивания органов но они не стали слушать я с ними согласна это не стоило риска лучше было бы догнать корабль и задержать его за ним послали армейских но он все равно сбежал да дали я пошел к Палину и сказал ему все что о нем думаю он говорит не нравится увольняйся я чуть так и не сделал все что надо было задержать корабль не дать ему сбежать заложники может погибнут может нет но мы хоть взяли бы ублюдка который во всем этом виноват так ну ладно давайте скажем то что ты ошибаешься хотя на самом деле это правильный выбор был бы если вам нет дела до судьбы заложников то вы не лучше чем он такой же террорист только с полицейским значком да возможно вы правы проще от этого не становится но я понимаю о чем вы мне просто жаль что я не смог его остановить вот и все доктор Салион вы не знаете что было дальше с доктором Салионом время от времени я дергал за ниточки хотел выследить его однажды я даже чуть было не поймал его он менял корабли сменил имя на доктор Харт сердечный наш юморист я сообщил военным но они не были уверены что это он я узнал чистоту его нового корабля но так и не добился чтобы кто-нибудь проверил дай мне я проверю координаты когда будет время я надеялся что вы это скажете но капитан когда пойдете за ним возьмите меня если это Салион я хочу быть рядом когда вы его найдете хорошо может быть найду может быть нет может я на другом персонаже найду так ну и последний разговор с Тали шепард хорошо что вы здесь я я рада что вы что тебе лучше вот я стала гораздо лучше спать улыбку но я не хочу мешать вашей миссии шепард сначала остановим Сарана а потом уже я могу заняться своими делами а ну я думаю тут уже поговорить с ней не с чем мне нужно идти потому что совсем другими я уже все уже другое узнавал чего ты хотели капитан так держать адамс слушаюсь капитан так ну ладно на этом я закончу общение с экипажем я думал Тали там очень много разговора будет но в принципе там вроде все что можно разузнать то есть я уже узнал в прошлых сериях а на этом все всем спасибо за просмотр с вами был Роман Раскольников до встречи в следующих видео всем пока пока пока